Доброго времени суток, дамы и господа! Меня зовут Хальди, и это This is the police, день 21 Так, эпидемия гриппа во Фрибурге Деньги, выделенные на реконструкцию стадиона, исчезли Бездомный выиграл 23 миллиона в лотерею Совпадение? Не думаю Надо проверить этого бездомного Кажется, я забыл покормить дома рыбок Можно мне отгул? Нет, они не умрут А, я не играла пару дней, забыла, что я не сообщила о смерти Андервуда Кто-то мне сейчас не по себе от этого Нужно будет попробовать исправить Зелененьких, давай Так, бизнесмен прибудет завтра Надеемся, у вас все готово Да, у меня в той смене три азиатки есть, я точно помню Подождите А, эффективность? Чего там у вас случилось? Ограбление, склад в порту На одном из складских помещений в порту сработала сигнализация Охранник, приписанный к участку, не выходит на связь Но заведующий складом уточнил Что такое с ним случается часто Так как по ночам там работает старый гед, который регулярно выпивает и засыпает на рабочем месте В помещении, где сработала сигнализация, хранится замороженная рыба Ну, честно говоря Похоже, знаете, на какой-то фейк Послать одного офицера в глухой склад Знаешь, Берч-младший Давай ты проверишь Не то, чтобы мне было тебя не жалко Но это или безобидный фейк Или фейк очень обидный Так Печаль Печаль Мне можно нанять одного детектива Так Давай, Фрэнк, из тебя попробуем что-нибудь сделать Ты пойдешь в смену А вместо Андервуда? Ну, детективов я нанимать явно не буду Хотя я могу целых три нанять Эх, нанять бы детектива, но там бабушка и какой-то усач бесполезный Так, Кристофер Сэнд Люди в арге, вооружившись огнеметами, выжигают до тла аллею, заложенную в честь мистера Сэнда Это уж точно работа для полиции Ну и вызывал бы полицию Явно не частное дело Так, Берч, что там такое? Сигнализация сработала из-за голубей А пьяный охранник спит в обнимку с проституткой Порадуемся за охранника Ну и за Берча-младшего Потому что он все-таки живой возвращается Не хотела была накинуть ему спецназ в сопровождении Но бедные голуби, как бы они пережили Они прилетели поклевать замороженную рыбу А тут на них спецназ вываливается Так, изнасилование Гетто Пожилой мужчина выгуливал свою собаку перед сном И стал свидетелем того, как мужчина и женщина зашли в темный переулок После чего женщина закричала Помогите, меня пытаются изнасиловать Так, а вот это надо проверить Гетто Поэтому два темнокожих и Берч Набирайся опыта А мне, пожалуйста, композицию запилите Райан Андервуд работает Успешных заданий 16 Проваленных заданий 0 Он меня никогда не подводил Надо как-то сообщить, что он умер А то мне неспокойно Так, кража больницы Сент-Джона Из больничной аптеки исчезли все обезболивающие препараты После того, как в здании на несколько минут пропало электричество На двери нет следов взлома Значит, кто-то из своих Так, Олеха Как-нибудь постарайся пережить, что Ты разлучен сегодня со своими рыбками И постарайся поработать Ну, серьезно Мне в прошлый раз хотелось посмотреть Ой, ой, ой Угон пригород Закрывая окно на ночь Пожилая женщина заметила Как на другой стороне улицы Два подростка разбили боковое стекло автомобиля И уселись внутрь Так Давай Уильямс И вандал Стовал пожилой Он за ними не угонится Ограбление аптека Ночью неизвестный разбил окно в аптеке Пробрался внутрь и похитил дорогостоящие лекарства Деньги из кассы не пропали Так, ну у меня нет детективов Я сейчас того дела кого-то перекину Изнасилование гетто Раненый мужчина лежит без сознания У женщины порвано платье Женщина пребывает в состоянии шока И прячет что-то за спиной Не волнуйся, ты не виновата У нас есть свидетель Направить на женщину пистолет И приказать поднять руки Давай успокоимся и выпьем кофе в участке Так, надо ее убедить Что ей никто плохого ничего не сделает У нее наверняка там был Или нож Или кусок стекла И она волновалась Что ее посадят за превышение Необходимой самообороны Я так думаю Так, расследование началось Это я уже почитаю Когда у меня будут фотографии Так, аптека Слушайте, в один и тот же день Ограбили сначала Склад в больнице Потом аптеку Опять же, я не думаю, что это совпадение Сегодня во Фрибурге Состоится концерт Поп-исполнителя Дженара Кресс По-моему, пообещали организаторам Помочь с охраной Пожалуйста, пришлите лучших людей Я только двух могу Извини, Мэрия Так, нужно тогда Секунду Вот с этого дела Взять Мозера Он лучше из тех Кто у меня сейчас есть Так, угон Все, поймали подростков Молодцы Я не верю в такие совпадения Что в один день Похищают лекарства Просто так С двух точек сразу Тоже что-нибудь На черный рынок, наверное Так, ресторан Актобус, Сэнде Во время ужина В честь помолвки Одного из молодых членов Нашей семьи Гости нашли мощную губу Прямо под праздничным столом Наши специалисты Уже обезвредили ее Но было бы неплохо Если бы полиция Заверила Перепугавшихся гостей Что ситуация под контролем Берч Заверей Так, надо постараться Оставлять в участке Где-то трех человек Так, расследование началось Я на самом деле Подумала, что еще же Дополнительная проблема С Эндервудом Что я никого На его место Теперь нанять не могу Черт Я очень зря Это сделала Так Нападение Овощная лавка Две женщины И мужчина Напали на двух чернокожих И колотят их ботинками Прямо на улице Продавец местной лавки Крикнул хулиганам Что вызывает полицию И мужчина убежал Но женщины продолжают Яростно колотить чернокожих Господи Так, нет Чернокожих туда нельзя посылать Уильямс, Литтл, Вандал и Грант Я не хочу, чтобы еще И на моих полицейских Эти бешеные напали Так Расследование нужно Сюда мы докинем Мола и Арпстронга А там за двоих будет Отдуваться кросс Как самый опытный Да, с Эндервудом Как-то нехорошо получается Скорее бы мне снова дали шанс Объявить о его смерти Так Кстати, давайте Я заметила, что Там в принципе Примерно одинаково Детективов Детективов и офицеров Так, три новых кадра Так Джеймс Дафф Аптекарь Накануне вечером Я последний уходил из аптеки Все проверил Закрыл за собой дверь И поехал домой Это было в девять с мелочью Так как ровно в половину десятого Я уже был на остановке Это я точно помню Утром я пришел на работу первым Увидела разбитое окно И вызвал полицию С метроби Бездомный Да, я всю ночь проторчал Возле аптеки Но мало что помню Один мужик со словами Выпей сегодня за мое здоровье Бросил мне в шапку Щедрые пятьдесят баксов И я немного отпраздновал После этого я сразу побежал в магазин А дальше едва что помню Проснулся утром А здесь копы бродят Лицо дарителя не запомнил Меня больше полтинник интересовал Помню только что у него под курткой Что-то светлое торчало Типа как халат доктора А это не мог кто-то из той больницы Сначала Обчистить свой склад А потом прийти в аптеку Кэрри, да Жена аптекаря Джеймс приехал домой На два часа позже обычного Но в этом нет ничего удивительного Страховая отказалась Оплачивать необходимое ему лечение А денег у нас нет Так что он все время Старается найти какие-нибудь подработки Но ничего мне об этом не рассказывает Он готов браться даже за самую трудную Опасную работу Вчера, например, когда он переодевался Из одежды посыпались какие-то камешки Или осколки Даже боюсь представить Что за адская работа Досталась ему в этот раз Кстати, аптекарь его тоже носят белые халаты А камешки могли быть у него в одежде Потому что он, например, это Например, потому что он похищенная Поехал и закопал где-то Так, Словенко, Мавзер, хозяин аптеки Эти чертовы бомжи, которые постоянно Ошиваются возле моей аптеки Совсем охренели Это явно кто-то из них Отважился на грабеж Вот посмотрите на этого Да он на ногах едва держится Откуда он взял деньги на выпивку За месяцы я ни разу не видел Чтобы ему хоть цент кто-то бросил Фелиция Динг Опытный фармацевт Украденное лекарство Депразила Капс Очень дорогое Но кайфа от него не получить Так что я сомневаюсь Что на черном рынке им заинтересуются Не думаю, что его украли для перепродажи Ну, кстати, может быть, это лекарство Как-то нужно Вот этому аптекарю в лечении Он не смог его купить А на деньги страховки И решил украсть Ничего так версия, на мой взгляд Так, ну это уже я прочитаю потом Когда будут дополнительные кадры Чтобы не путать в голове два дела Ну, отрыв сохраняется Вот, объявить мертвым Извини, друзья За этот маленький эксперимент Бомж-миллионер пожертвовал все деньги церкви Уборщик найден мертвым После драки на школьной дискотеке В гей-клуб пускают несовершеннолетних Милонов, где ты? Приди, порядок наведи Так, и у нас сегодня лычка Лычка отправится Отправится-отправится Нортландеру Как моему стукачу Теперь почетному стукачу Давайте с джинджер-гринов начнем Так, услуги стукача Я надеюсь, что ты будешь Более живучий Более полезен Так, наймите азиатов Да, у меня три азиата в смене Воу-воу-воу Почаще бы нам попадались драгоценности Так, кто у нас на бирже труда еще есть? Что ж вы такие плохие детективы все Так, нам нужно офицеров нанять Секунду А, в этой смене у нас их Так, нам нужно двух в смену А И одного в смену Б Смена А А, нам только один офицер нужен был Ладно А, у нас трех детективов не хватает Ну, слушай, ты такой вроде молодой Из себя можно будет попробовать Какого-нибудь хорошего детектива сделать Поча имущества общежития Чайна Тауна Студентка сообщила, что видела, как во двор общежития подъехал грузовичок Оттуда вышел толстый мужчина, достал из кузова бензопилу и начал спиливать скамейки Его пытались остановить другие студенты, но мужчина пригрозил им бензопилой и сказал Я вас по-хорошему просила не шуметь здесь по ночам А теперь посмотрим, где вы будете отсиживать свои желтые задницы Чайна Таун Именно в тот день, когда к нам приехал какой-то азиат Ты решил поспиливать скамейки? Что ж ты не мог подождать до завтра? Так, Асана и Остин Скрутите этого бензопильщика Я уверена, что это какая-то акция против мэра Чтобы этот японец увидел, как тут обращаются с азиатскими студентами И шуму поднял Но мы ему не дадим это сделать Так Значит, Прада И Диксон Так Нападение с применением огнестрельного оружия Юрконтора Джонсон Юрген и Кац Опять Поступил звонок от секретарши адвокатской фирмы Джонсон Юрген и Кац Она сообщила, что женщина в дорогой шубе и на высоких каблуках Вошла в кабинет Где ее ждали старшие партнеры фирмы И попросила секретаршу не беспокоить их Вскоре из кабинета раздались выстрелы Что ж у них все время там Какие-то беспорядки происходят И спецназ возьмите Какая-то очень неблагополучная контора То они вытащить кого-то не могут То еще что-то А, у них еще какие-то наследники дрались, я помню За волосы друг друга таскали Кипит жизнь у людей Все, все живы, здоровы Могли бы бензопилу у него отнять Мы бы ее продали Так, дверь кабинета закрыта Слышны мужские крики Выстрелы, звон стекла и грохот Выстрелить в замок Взять ключи от кабинета у секретарши Выбит дверь Выбивайте А на полу в луже крови Лежит лысый мужчина в костюме Женщина в шубе Стоит на столе И целится в двух мужчин Которые спрятались За прокинутым шкафом с книгами Брось оружие Сейчас же Выстрелить в ножку стола Наброситься на женщину Попросить у нее бросить оружие Или постараться ее сбить Это был правильный выбор Я верила в вас Я верила, что в этой смене есть хотя бы один Робин Гуд Так, Сэнды нуждаются в помощи Панки устроили погром в доме члена нашей семьи Похоже, они ищут что-то, но точно не деньги Возможно, записную книжку с важными контактами Не хочется устраивать кровавую казнь прямо в доме Так что давайте для начала арестуем этих мразей Нет, мы их арестуем, а потом мы их повезем в участок Никаких казней Дерек Аллен Драматический театр Софокла Уважаемый мистер Бойт У телепрограммы «Правосудие для всех», над которой я работаю Последний месяц сильно упали рейтинги А опросы подсказывают, что наши зрители Просто перестали считать правдоподобными Наше постановочное и судебное слушание Мы спросили бы у Павла Астахова Как он такие передачи проводит Мы сейчас снимаем новый сезон Для одного выпуска нам нужен самый настоящий полицейский Который изобразит копа извращенца Который задерживал молодых девушек И насиловал их в своей машине У нас не очень большой бюджет Но думаю, что мы сможем наскрести для вас пару тысяч А для копа участие в шоу и так будет наградой Его покажут по телевизору на весь город Покажут как маньяк и извращенцы Извини, конечно, но я не хочу делать своим офицерам такую репутацию Еще поверит кто-нибудь Так, угроза взрыва Банк Фрибурга Поступил звонок из отделения банка в центре города Туда вошел мужчина, обвязанный взрывчаткой Он угрожает подорвать себя и всех вокруг Если к нему в течение часа не допустят прессу и телевидение Мужчина утверждает, что банк отнял у него дом за долги по кредиту, которого он не брал Так Вот, мне нужно было больше офицеров Поедут все Угроза взрыва это серьезно И спецназ Мистер Аллан, вы извините, конечно, но вы как-нибудь обойдетесь без моих офицеров Я почему-то думала, что такие постановочные судебные шоу только у нас идут Так, все живы? Замечательно Мистер Аллан, позвоните в передачу Там час суда, суд идет Там еще какие-то Они наверняка вам подскажут, как они не теряют свою аудиторию из бабушек Так, Сэнде Наша семья оказывает услугу одному городскому чиновнику Взявшись за транспортировку кое-каких ценных предметов Завтра груз должен уплыть на пароходе Но, похоже, панки хотят утопить контейнер Наш человек в порту говорит, что они подкупили охрану Жаль, что они не додумались подкупить полицию Действительно Так, разберитесь Надо сейчас посмотреть За такие задания дается опыт Вот у Остина 190 Сейчас посмотрим Будет какое-то повышение или нет Так, порча имущества Мебельный магазин Миссис Софа Менеджер магазина сообщил, что к ним ворвался какой-то длинноволосый старик с большим ножом Он вспарывает обшивку наших диванов и орет «Где мои деньги?» Готовьте смирительную рубашку По-моему, он больной А мы пока в подсобке спрячемся Но это очень здравое поведение На самом деле я полностью одобряю Надо как-то их в следующий раз Очередовать с менее опытными А то получается, что опыт набирают В основном только те, которые так Достаточно профессионально Так, аптека Так, посмотрим Помню только, что у него под курткой что-то светлое торчало Типа как халат доктора Допустим Вот он дает ему деньги Вот он обкидывает с этими деньгами и пьет Хотя тут это монеты, а тут это уже банкноты Вот он разбивает стекло И собирает препараты Но что-то не то Мне кажется, тут вот именно в этих кадрах проблема Что тут монеты, а тут уже купюры В целом, мне кажется, что это как-то так было Или, скорее всего, он открыл кабинет своим ключом Чтобы шуму не делать А потом уже, когда уходил, разбил стекло Может быть Вот так Будем ждать новых кадров Но это при условии, кстати, что этот бомж нам еще не соврал про халат Так И отсюда зачем-то таскал свой огромный рюкзак Мне не приходило в голову, что он может быть под кайфом Арон Джон Студент Нету доступа к электрощиту Эти ключи строго у начальства Еще одна загадка Куда девались мешки для мусора из моей тележки? Нигде не могу их найти Камера наблюдения На последнем кадре перед отключением электричества Заснят уборщик, что идет по коридору Его тележка стоит возле двери больничной аптеки Таймкод 1303 Так Ну, пока все Знаете, после дела кражи в аптеке Я не доверяю людям в белых халатах Ну, допустим, он вырубает электричество Потом открывает дверь на складе Обносит пулки Потом украденное прячет в тележку уборщика Ну и кадров все равно не хватает Будем ждать Ну, какой-то заговор фармацевтов очередной Офицеры нашли деньги на месте преступления Что с ними делать? Попросить мафию продать Ну, продайте деньги Я не знаю, как вы будете это делать Но Я вас верю О, мы увеличили разрыв Ну и на этой ноте давайте серию заканчивать С этой тотальной кражей И медицинских препаратов Мы будем разбираться уже В следующий рабочий день А пока что Спасибо, что вы были со мной И до встречи